Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно на выходных, листаем ваши комментарии к моим видосам за прошедшую неделю и традиционно начинаю со слов благодарности. Спасибо огромное всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Спасибо огромное, друзья, за вашу активность, за ваши лайки, комментарии, так держать. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео тоже. Спасибо огромное, погнали! Ну, как вы знаете, друзья, я вам уже об этом рассказывал. Я запустил центр инвестиционного консультирования. Сам буду лично отвечать на все ваши вопросы, так что при желании в описании под любым моим видосом, теперь и под этим в том числе, найдете ссылку на телеграм-канал, на чат, где можете со мной связаться. Ну и мы с вами определим время, формат и интересующую вас тему для личной либо коллективной групповой консультации. Вот об этом в этом видосе я более подробно рассказывал. Ну и много комментариев уже на эту тему было. Илья Иванов отписывался, Андерс Хель, всем привет огромное. Три семерки Тимон, отличная новость, спасибо. Друзья, надеюсь, тема пойдет. Ну, на самом деле, я понимаю, что если вы на рынке уже не первый день, то, конечно, вам подобного рода консультации, мне кажется, будут, может быть, не так эффективны. Но если вы не знаете, с чего начать, если вы планируете только-только открывать свой брокерский счет, я, друзья, вас уверяю, лишним это для вас точно не будет. Лучше потратить некоторое время и некоторую небольшую разумную сумму денег, получить первичные консультации, получить обучение и после этого уже окунаться в этот омут с головой, чтобы не ломать дров, ну и не потерять свои деньги. На фондовом рынке, друзья, деньги потерять, это расплюнуть. На этой неделе также у меня был видос, довольны ли вы своей профессией. Посмотрите, если не видели, Андрей Морозов спрашивает, что вы думаете насчет вахтового метода работы. Андрей, я никогда не работал вахтами, я такой типичный офисный червяк, так можно сказать. Вся моя работа всегда была связана с компьютером, с кабинетом, со стулом, с монитором. Ну вот что-то такое все было неромантично. Поэтому к вахтовому методу я, с одной стороны, отношусь как к чему-то такому, наверное, приключению какому-то. Люди едут куда-то там на север, блин, за большими деньгами. Но, с другой стороны, конечно, хочется комфорта, хочется работать в тепле, под сплит-системой, чтобы все было чисто. Ну, у меня, во всяком случае, такие пожелания были по моей работе. Ну, вот, например, брат у меня двоюродный, вот буквально на днях ухотил в Сургут, устроился на новую работу как раз вахтовую, из Сургута самолетом перелетел в Якутию. И вот он там вторую неделю находится, присылает фотки постоянно. Ну, там красотища, конечно, там снега по колено. Да какой по колено? Там по пояс, наверное, его снега. Уже там у них где-то минус 30 сейчас на текущий момент. Вот мы с ним постоянно ежедневно в WhatsApp перекидываемся фоточками, видео. Ну, интересно, с одной стороны, наверное, большие деньги платят. Ну, приличные деньги, во всяком случае, он такой парень деревенский, он такие деньги у себя дома точно не заработает. Ну, и пока у него испытательный срок на 3 месяца, он туда укатил, 3 месяца там пробудет. Ну, и потом вернется домой, и уже если все пройдет нормально, он туда водителем грузовой машины поехал. Если все пройдет нормально, то его уже будут вызывать на месяц. То есть он месяц отпахал, месяц потом дома. Так что отношусь положительно. Мне кажется, друзья, это неплохой способ заработать хорошие деньги. Но я все-таки вот лично по своему складу характера все-таки тяготею к комфорту и спокойствию. К моему видео с итогами дня. Вася Пупкин спрашивает, биткоин зашортить можно, интересно, на московской бирже? Есть ли фьючерсы? Вася, я, если честно, не слышал про такое. Мне кажется, все, ну, такие серьезные брокеры, они сторонятся биткоина, как чего-то, ну, как проказа какой-то. И я вот не встречал ни фьючерсов, может быть, просто не углублялся в эту тему. Но вообще, мое личное мнение, я в биткоин, ну, не то, что не верю. Все говорят, что, наверное, за этой валютой, ну, не именно за этой, а вообще за криптовалютой, возможно, будущее. Но пока все это производит впечатление чего-то совершенно непонятного, ну, мне лично. То есть какие-то персонажи что-то там с помощью каких-то компьютеров мощных что-то там генерируют. Что это такое вообще? Это не потрогать нельзя, это ничем не обеспечено. Ну, просто побаловаться на этом, попробовать поймать хайп, угадать, пойдет эта непонятная штука вверх или вниз. Ну, а смысл, зачем этим заниматься? Мы все-таки здесь говорим о серьезных вещах, об инвестициях, о долгосрочных инвестициях. Ну, я, во всяком случае, об этом говорю. Чем вы занимаетесь, я не знаю. Поэтому, мне кажется, биткоин это непонятная вещь. Не скажу, что это ерунда, но мне она не ясна, поэтому я туда не лезу. Ну, вот прикольный комментарий написал Бой Каримов к этому же видосу про профессию. Рассказал, кто у него в семье, чем занимается, ну, различные совершенно специальности. Ну, и в конце пишет классную фразу «учиться, учиться, еще раз учиться». Полностью с вами согласен, все профессии хороши, абсолютно никакой профессии нельзя брезговать, любой труд полезен и важен. Куда хуже, когда человек просто лежит на диване, нифига не делает, при этом еще других поучает, как жить правильно, всех ругает. Друзья, есть возможность работать, грубо говоря, менеджером, юристом, экономистом, пожалуйста. Если тяготеете к каким-то специальностям таким, ну, рабочим, грубо говоря, мне кажется, это еще даже более круто. Поэтому я вообще не склонен считать, что есть хорошие профессии, там какие-то, ну, я не знаю, есть там профессии, которые, грубо говоря, котируются, которые не котируются. Нет, мне кажется, любой труд – это в любом случае труд, и зарабатывать деньги можно, ну, в любом деле можно стать профессионалом, поэтому я тут не делю каких-то сотрудников и там профессии на первосортные, второсортные. Каждый труд полезен, а плохо, что у нас в стране многие действительно полезные профессии, очень плохо оплачиваемые. Вот это очень большая проблема. Вот три семерки Тимон, кстати, к видосу с прошлыми ответами у меня спрашивал, напиши мануал для новичков, где учиться, чтобы не читать воду. Спасибо. Ну, и вот мне часто подобное пишут. Объясни, расскажи, научи. Ну, я не то, что, конечно, суперучитель. Честно, конечно, я не буду вам говорить, что я занимаюсь этим, там, 10 или 15-20 лет. Я на рынке с апреля 2019 года, но какой-то опыт я набрал, практически опыт я набрал, и какие-то основные моменты, азы этого всего я, естественно, могу вам рассказать, показать. Ну, свои результаты я вам регулярно выкладываю, я думаю, вы видите, что у меня, ну, можно сказать, что что-то, наверное, получается. Я инвестирую довольно безрисково, я инвестирую, ну, как бы, спокойно, без нервов, я не шортию, я не спекулирую. Ну, и, в общем-то, этому, наверное, я смогу вас обучить главным образом. Ну, и не буду стараться делать это в тех областях, в которых я абсолютно не разбираюсь. Ну, например, про трейдинг я вам ничего не расскажу. Во-первых, потому что сам этим не занимаюсь. Во-вторых, на мой взгляд, это очень опасно, и тем более новичкам туда лезть вообще противопоказано. Сначала надо познать какие-то основные моменты, ну, и после этого уже задумываться о трейдинге. А на мой взгляд, лучше об этом не задумываться вообще. Делал я обзор книжки Бенджамина Грэма «Разумный инвестор». Вячеслав Блан пишет, что со мной согласен. Читал ее, конечно, давно, но действительно, как и вам, мне показалось сложной. Да, сложная книжка. Она, наверное, для прям совсем новичка будет тяжеловата. Это моя, по-моему, шестая книга по инвестициям, которую я прочел. И тяжело, да, объективно тяжело. Многое я не понял, честно скажу. То есть там особенно ближе к концу книги, когда Грэм пошел прям в какие-то дебри, в финансовые показатели. Все это было очень тяжело для восприятия. Здесь, наверное, было бы неплохо иметь еще какое-то профильное дополнительное образование. Но чем мне понравился Грэм? Это основные принципы, которые из этой книги следуют очень явственно. Это долгосрочное инвестирование. Ну, в общем, все-все-все, что и я, собственно, пытаюсь на своем канале пропагандировать. Не лезть в какие-то сомнительные операции, анализировать каждую компанию, инвестировать в бизнес, инвестировать на несколько лет. Не, собственно, продавать и покупать активы постоянно, ежедневно. То есть, ну, долгосрок, долгосрок, долгосрок. И не гнаться за какими-то нереально большими процентами. Ну, естественно, не вкладывать в переоцененные компании. Вот с этим уже посложнее. Бывает у меня такое, что я все-таки на фоне хайпа закажу в какие-то переоцененные бумаги. Но стараюсь себя дергивать все чаще и чаще в последнее время. Поэтому показатель ПЕ для меня сейчас чуть ли не первоочередной. Отметился у меня на этой неделе легендарный Юрий Демитков. Отписался под моим опросом. Юрий, приветствую. Ну, блин, вот знаете, я, если честно, люблю его очень слушать. Интересно рассказывать. Но я вам уже об этом говорил. И мне он просто импонирует как человек. Он с жизненным опытом, с большим, рассказывает такие истории и о фондовом рынке. И не только о нем. Как-то из жизни периодически. Там и по лесу он гуляет. И рассказывает, как они с семьей путешествуют. Ну, вообще, красавец. Молодец. Многие его ругают. Но мне вот он нравится. И если, например, сравнивать его с Кирой, у которой подписчиков среди тех блогеров, которые занимаются подобным, наверное, больше всех. Но Кира – это, на мой взгляд, что-то такое. Больше какая-то такая механика. Там видно, что работает команда профессионалов. Готовятся новости. Ну, то есть, прям Кира – это новостной практически уже ресурс. Чуть ли не средство массовой информации. То Демитков – это просто вот послушать человека. Он про свою жизнь рассказывает. Про жизненный опыт. Ну, я как бы кайфую. Иногда он уходит там в дебри, во всякие опционы. То, что мне, например, непонятно и неинтересно. Но все равно я Юру стараюсь смотреть. Так что Демиткову привет. Инвестировать просто. Тоже периодически меня посматривает. Я, кстати, ради интереса зашел. Это молодой человек, парень, который тоже ведет свой канал. Видимо, недавно он начал это делать. И на фондовом рынке он тоже недавно. Я один его видос посмотрел. По-моему, полгода он инвестирует. Ну, и тоже об этом рассказывает. Так что желаю вам удачи. Михаил, по-моему, его зовут, если я правильно запомнил. Так что, Михаил, удачи и на фондовом рынке, удачи и в Ютубе. Здорово, что вот наше сообщество, во-первых, инвесторов, во-вторых, блогеров, которые об этом рассказывают. Растет. Так что, Михаил, жму руку. К видосу с новостями. Там, где я рассказывал про то, что Тесла войдет в S&P 500. Роман Чибизов благодарит за труд. Спасибо. Роман Андерс Хель. Надо радоваться, что Обама в Россию жить и размножаться не переехал. Только что кто-то написал, что у Китая более 20 тысяч ядерных боеголовок. То есть, как было в СССР. А у Америки и России по тысяче у каждого. ВВП США в основном от торгов на бирже. Ну, Андерс, я заметил, в основном придерживается таких ультрапатриотичных российских настроений. Очень сильно поругивает Америку. Я сам, если честно, в общем-то, в Америке ничего хорошего не вижу. Я там не был и особо туда не стремлюсь. И не стараюсь эту страну идеализировать, защищать. Я прекрасно понимаю, что там полно проблем. Если ты уезжаешь куда-нибудь за границу, то, наверное, ты весь свой багаж комплексов, недостатков, нереализованных надежд и идей ты увезешь с собой, куда бы ты ни поехал. Поэтому, в общем-то, жить можно хорошо даже в России. Даже в Африке, наверное, можно жить хорошо. Тут от места, конечно, многое зависит, но абсолютно не все. Но Андерс, в чем-то я с ним не согласен. Он вообще считает, что американский фондовый рынок – это мыльный пузырь. Ну, я так не думаю. Все-таки американский рынок, на мой взгляд, помощнее, чем российский. Хотя на разных этапах Россия может, российский именно рынок, вести себя получше американского. Я даже недавно сделал видео про сравнение двух рынков. Я его, кстати, на днях скоро выложу. Ну, и там я прихожу к выводу, что однозначного ответа на этот вопрос нет. То есть, в определенные моменты Россия опережает Америку по росту, в определенные моменты Америка Россию. Но, друзья, что важно в этом случае вообще, что надо приходить на фондовый рынок. А уж на какой рынок – это уже другой вопрос. Тут важна, мне кажется, диверсификация. И вот, что касается вкладывания абсолютно всех своих денег в российские компании, вот здесь, Андерс, я считаю, что вы не правы. Надо все-таки распределять свои активы и по разным валютам, и по разным странам. Ну, вот сейчас, например, многие считают, что очень перспективен Китай. Так что в эту сторону, мне кажется, тоже можно посмотреть. Делал я видео рейтинг иностранных компаний в России. Ну, и там интересная такая десятка. Там несколько автомобильных компаний, несколько табачных компаний. Ну, и вот Андерс Хель пишет, что Ренои – это разбойники, которые убьют вас. Выкинуть их надо срочно. Вас сейчас Андерсу не нравится. И он пишет, что, в общем, у вас остались только две нормальные машины. Это Гранта и Нива. Ну, сложно мне тут… Я тут даже спорить с вами не буду. Что касается, наверное, дизайна, это две, мне кажется, самые, наверное, устаревшие, что ли, машины. Как раз. Ну, вот в них как раз и не видны руки каких-то европейских дизайнеров. Ну, а насчет качества. Ну, у меня была отечественная машина, давно, правда, еще в студенчестве. Только плохие воспоминания они остались. Но она, правда, развалюха была совсем. Там ей уже было больше 10 лет, шестерка. И купил я ее в убитом состоянии по незнанию. Сейчас бы я такую машину, конечно, обходил за километр. Но было дело, зато было весело. Лежал в гараже под ней. В общем, день она у меня ездила, три я ее ремонтировал. Ну, у нас была такая группа ребят, вот, одного возраста, там, друзья. И вот мы в гараж заедем и начинаем. То одному машину вместе ремонтировать, то другому. Ну, наверное, в этом возрасте это прикольно. Хотя сейчас уже хочется качества, чтобы машина мозги не делала. Чтоб сел, завел и поехал в любую погоду. А вот к этому же видосу Тимур Климов тоже привет передаю. Пишет. Насчет автоваза скажу. Купил в 2018 году новую Калину вторую. Езжу и радуюсь. Да, не BMW и не Mercedes, но и цена, извините, раз в 10 ниже. Да, в этом смысле, мне кажется, скоро все мы будем ездить на русских машинах с такими ценами. Куда они растут, непонятно. И если у людей раньше-то денег особо не было покупать престижные иномарки, то сейчас, мне кажется, и подавно. К видео про то, что Модерна создала новую вакцину. По-моему, она вышла у меня в понедельник. Ну, тоже было много комментариев. Олеся Сакура, привет огромный. Это мой спонсор, кстати, спонсор моего канала. Пишет, сегодня спекулятивно продала часть позиций в Татнефте и Газпроме. Зафиксировала прибыли. Ну, кстати, может и неплохая идея на таких вот подъемах все это фиксировать. Ну, я вот такие краткосрочные вещи стараюсь все-таки, стараюсь их избегать. Я просто боюсь угодить в ситуацию, когда ты не понимаешь, а, собственно, пик ли это роста или еще нет. И тут неизбежные ошибки. Я даже смотрю по своим бумагам, которые, ну, было время, я, допустим, продавал, предполагая, что по ним не будет роста. И на это указывали все прогнозы, теханализы. Ну, то есть, это было не спонтанное решение. Потом проходит полгода, смотришь, а бумага, например, плюс 30%, думаешь, ешкин кот, вот это да. Поэтому сейчас стараюсь вообще, в принципе, от бумаг не избавляться. Покупаю, покупаю, покупаю и стараюсь ничего не продавать. А вот у Андерса радость, портфель дотянул до 1,8 миллиона благодаря Газпрому. Поздравляю вас, отличный портфель, отличная доходность. Ну и, блин, с такой подушки безопасности на дивиденды действительно жить можно. Я помню, вы часто об этом говорили, что цель это жить именно на дивидендный доход. Павел Осипов у меня спрашивает, доброго дня, подскажите, у брокера Тинькофф есть возможность купить фонды ETF? Конечно, Павел, их там полно, но финексовские так все, по-моему, даже можно. Можно Тинькоффские купить фонды, у них еще и свои есть. Они, некоторые у меня есть в портфеле, я об этом рассказываю. И можно еще купить фонды Сбера, ну, некоторые, во всяком случае, точно фонды ВТБ и фонды Альфа-Банка. Ну, там выбор достаточно богатый, так что, я думаю, по душе найдете. К видео о том, как начать откладывать деньги, Ренат пишет, привет, Ренат. Мне больше нравится более продвинутая система накопления. Тони Робинс в книге «Деньги. Мастер игры» рассказано о нескольких портфелях. С каждых поступлений откладываю на текущие расходы пенсию, подушку и какую-то хотелку. Дошло до того, что у меня получается жить на 35% от заработка в 45 тысяч и ни в чем себе не отказывать. То есть, примерно 15 тысяч тратит Ренат, а все остальное инвестирует. Прекрасная система. Я, в общем-то, и не говорю о том, что откладывать надо именно 10%. Нет, я тоже, наверное, к такой же системе, как Ренат, со временем и пришел. Я стараюсь жить примерно на одном уровне. То есть, вне зависимости от того, сколько я заработал. Либо 0 рублей, либо миллион рублей в месяц. Ну, такого не бывает, конечно, шучу. Но стараюсь жить на определенную сумму. Ну, может быть, плюс-минус, как Ренат, наверное, типа того. То есть, я и какой-то роскоши стараюсь себя не приучать, но и ниже определенного уровня не опускаться. И получается откладывать довольно неплохо и за счет этого формировать свой пассивный доход. Так что, друзья, в инвестициях главное это накопление. И вообще в нашем будущем вот этой области надо очень большое внимание уделять. Если правильно наладить эту систему, то к пенсии все будет круто. К видео о том, что заканчивается эпоха нефти, Тимур Климов пишет, говорят, уже 21 год, а толку нет. Ну да, это речь там про диверсификацию. Да, говорят, очень-очень долго, а толку на самом деле нет, согласен с Тимуром. Три семерки Тимон, создавай канал в Телеграм. Дискуссии, я думаю, будут интересными. Тимон, все, канал создан. Так что, милости прошу, ссылочка в описании под этим видосом. Шагруза Тесаева, привет огромный передаю. Что-то в последнее время вас не видно, надеюсь, все в порядке. Возвращайтесь скорее, мы по вам скучаем. Олег передает мне тезка мой привет, который под ником Иван Смолин пишет. Татьяна Че под видосом «Как откладывать деньги» написала, у меня примерно такая же стратегия, и это работает. Жаль только, что пришло к 40 годам, надо было с молодости так делать. Вот прекрасно вы сказали, я предлагаю даже на этом закончить, а то видос у нас сейчас уже перевалит за все разумные размеры. Отличные слова, Татьяна. Поэтому, друзья, если вы все это смотрите и еще не начали задумываться об отложениях, о сбережениях, о накоплениях и об инвестициях, друзья, не затягивайте. Начните с того, что подпишитесь на мой канал в нижнем правом углу кнопочка. Потом, если вы совсем новичок, то либо пересмотрите какие-то мои обучающие видосы, начните с этого. Но сразу не лезьте на фондовый рынок, мой вам совет. Не наломайте там дров, не слушайте советов, что надо начинать с Теслы, с шортов, с спекуляций, с торговлей валютами. Друзья, это все быстрый путь к трате, к потере денег. Начинайте с обучения, ну и жмите в описании под этим видосом, будет ссылочка на мой Телеграм. Жмите туда, если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать лично мне. Мы с вами оговорим время консультации, время урока. И обозначите темы, на которые вы хотите со мной пообщаться. Я готов к диалогу. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья, пока-пока.